И снова всем привет, с вами Леторн, и мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами немного пошатались по городу. Я так понимаю, что нам сейчас нужно выполнять побочное задание на помощь Рапару в городе. И в принципе это всё, что нам нужно сделать. Я имею ввиду в глотке. И потом уже мы будем перемещаться дальше. Посмотрим, насколько много заданий в остальных частях города. Вообще, я так понимаю, что не очень, наверное, потому что всё-таки город один, это всего лишь одна часть какая-то. Это мы здесь с вами уже часов пять, наверное, ходим. Плюс остальные, помните, вы районы закрыты. Вот в городе. Поэтому нам ещё нужно будет понять, как туда попасть и как их открыть. Я надеюсь, что это каких-то больших сложностей, конечно, не вызовет. Ну, посмотрим. Сегодня у нас долгая загрузка. Так, давайте посмотрим на задание. Мы же сейчас не спим. Зоти. И всё. Так, хорошо. Пища для размышления. Вот. Найти источник подовольствия. У принца Аруйхи во дворе Каханга или утренних звёзд на священных ступенях. Или же можно попытаться с Безумной Мареной поговорить и с Принчипи. Ну, с ней мы уже не сможем поговорить. Это мы были в доме Эноя. В доме Телис мы тоже были. В доме Бихи мы были. В Никитако, понятно. В дыре мы были. Ну, получается, всё. В Теснинах мы тоже были. Цветилище Питли, конечно. Может быть, она что-то нам подскажет по этому вопросу. Вообще, я хотел как раз к ней попасть сначала, как вы помните. Но утренние звёзды, видимо, не она ими командует. Сейчас узнаем, конечно. Питли. Говорят, ты можешь решить проблему голода в годке. Мы уже пытались. Но такова уж честная делёжка у Анна. Всё, что мы хотим дать этим людям, вначале должно проходить через дворец. Я знаю лишь, что поставленная нами еда оказывается на столе у королевы, если только не сгниёт на складе. Если королева повысит долю для Рапару, утренние звёзды начнут снова делиться урожаем? Её узкие губы подёргиваются, но она кивает. Об этом следует спросить Сейвен. Я бы сама с ней поговорила, но мне нельзя отлучаться. Могут прийти и другие больные Рапару. Она верховная жрица храма Кхауна. Скажи, что тебя прислала Питли. Она прислушается. Возможно. Так. Ну понятно, в общем-то кида, нам нужно идти туда, получается. Ну ладно, пойдём. В общем, нам получается всё. Нужно вот сюда идти, в Никитаку, попытаться, по крайней мере. Всё-таки очень красиво сделаны пейзажи окружающие. Так, вот здесь вот есть ещё бочечка, в которой может быть... Вот, мучка. Кстати, вообще здесь нас должны встретить, по идее. А может быть и нет. Новый уровень. А, мы получили за что-то частично новый уровень. Или... Верно задание. Все, кроме... Серафена. Ну, давайте поднимем. Так, новый уровень мощи открылся. Возрождающий призыв. Паладины могут заставить союзника без сознания восстать. Мгновенно восстановив часть его здоровья, придав вынохновение силы. Но вскоре союзник потеряет половину установленного здоровья. Освобождающая проповедь. Приказывает союзнику собрать все свои силы и временно игнорировать враждебное воздействие, получив вдохновление и устремленности. Воздействие возобновляется сразу после окончания эффекта. Так, улучшение ореола рвения. Истинные убеждения паладина придают ему и союзникам четкое видение цели, повышая точность и также преобразуют некоторые попадания в критические. Союзники теперь также преобразуют часть попаданий в легкие попадания или промахи, если атака не допускает легких попаданий. Теперь дает союзникам постоянный эффект регенерации. Вот это, кстати, мне нравится, вы знаете. Регенерация сейчас нам полезна. Хотя, в принципе, блин, попадания в критические. Ну ладно, мы же паладины. Ага, две способности можно. Одновременно. Или поднять возрождающий призыв. Ладно, пускай будет возрождающий призыв пока. Так, зотия. Алхимия. Религия. Так. Сияющий маяк. В результате чего враги в области действия получают штрафы ко всем типам защиты и получают постепенный огненный урон. Триумф крестоносцев. Придает союзникам праведное рвение в бою, даря вдохновение силы. Когда союзник в области действия вносит смертельный удар, его здоровье восстанавливается. Дает вдохновение крепости. Крепость телосложения плюс 5 и плюс 2 защиты. Одной цели. Преданность для права и верных. Вызывает благословение бога покровителя жреца, дающий в области действия бонусов точности и силе союзниками логичный штраф по врагам. Сияет, вселяет страх. Ну, мне нравится вот это. Пускай будет огненный урон. Вообще, подождите. А, вот здесь что у нас? Дает повышенное пробивание при атаке огнем, электричеством. Или, ну, понятно, ничего особого. Так. Йедр, кстати, тоже в районе получил. А, лот получил. Ну что ж, лот. Тут у нас тайные знания. И пускай будет, наверное, проницательность. Потрясательность. Так. Ну, сотрясающие стрелами налеты понятно. Накрывая противников рядом с целью ударной волны с дробящим уроном. Пламенный щит. И обжигая всех, кто наносит загнателю урон. Утоница. Это у нас есть у другого. Сдвиг измерений. Меняет местами заклинателя выбранного союзника. Создавая между ними ударную волну, которая окружает врагов. Оглушает. Создает поле тайной энергии вокруг заклинателя. В результате чего враждебные заклинания отражаются назад в заклинателе. В сумме на 15 уровней. Создает призрачного двойника. Заклинателя, который наносит врагам электрический урон. Стены огня. Понятно. Призывает 3 мощных щупальца, которые не могут перемещаться, но способны наносить дробящий и разъедающий урон, а также обезвиживая тех, по кому попадут. Прикольно. Малый отпечаток гримуара. Дает заклинателю одно бесплатное заклинание из арсенала цели. Железная кожа. Кожа заклинателя в железо значительно улучшая. Действие продолжается до 10 атак. Ладно, давайте пока стену огня раз. И стрелы два. Пока будем чисто делать из него такого классического дамажащего мага. А там уже будем смотреть, если он будет умирать. А подождите, у нас там еще что-то было про гнилой ряд, по-моему, да? Да, есть. Найти дорогу в гнилой ряд. Давайте быстренько ее сделаем. Может с вами там уже были? Просто это будет такая небольшая задачка, которая нам даст немножко опыта. Может быть, кстати, остальные уровни поднимут. Мой ряд. Задача выполнена. И вот как раз два недостающих персонажа у нас тоже взяли. Уровень. Эдер. Пиротехника. Знание улиц. Рывок. Боец быстро переносится по полю боя, атакуя всех на своем пути, выпреждая их. Боец преисполняется яростной решимостью отражать все атаки. И на короткое время все его защиты значительно повышаются на 15 секунд. В драку. Ослабить их бдительность. Класс защиты врага будет значительно ослаблен во время следующей атаки. Из огня. Позволяет бойцу вытаскивать союзника в безопасное место, если они того пожелают. Это действие не наносит вреда союзнику. Мне нравится рывок. Защиты на короткое время повышающиеся. Давайте пока их возьмем. А, подождите. Все-таки посмотрим, что там у нас за пассивные бонусы. Дает бонусный урон знакомому оружию бойца. Просто плюс 10% урона. Да нет, оставим пока так, как есть. Так, и серафен. Серафен у нас, конечно же, идет по механике. Блеф. Это физика. Пускай будет блеф. Кстати, мы блеф, заметьте, не используем. Я боюсь просто, что это не по-паладински. Психиатрия. Психическое копье. Пронзает цель копьем чистой силы, нанося большой колющий урон всем на линии атаки, упреждая действие. Психический вопль оглушает цель, нанося чистый урон, упреждая всех врагов поблизости. Истощает психические показатели цели, передавая в виде бонуса Сайферу. Накладывает на врага случайное воздействие низкого уровня, аналогичное вдохновение на Сайфера. Блокирует боль союзника, ментальная преграда обеспечивает вдохновение непоколебимости. Плюс 2 класс защиты, здоровье восстановлено. Плюс 10 каждые 3 секунды. Сайфер исследует разум и душу противника, находя сильные стороны его защиты и ворует их. Вытягивает часть класса защиты цели, получая такое же количество в виде бонуса. Это полезно. Раз. Ну и наверное пускай будет копьем. Все. Так. Выполнили задачу. Раз. И кстати смотрите, все уровень уже группа нам достаточный. Так. Ого. Травм у нас ни у кого нет. Ну что ж, поехали. Восточный выход. Латунная цитадель. Священная ступень. Ну, давайте пойдем в священную ступень, потому что у нас там есть задание. Стоять. Так. Ого. И. А. До сих пор не верится, что Азу здесь. Шпиль Прорисателей Душ, Дорога на север, Храм Магран, Дорога на юг, Висящие Усыпальницы, Храм Бераса, Храм Хауна. Нам вообще Храм Хауна, но конечно же мы пройдемся по всем храмам и по всей локации. Давайте сначала. Так страшно. Это они про дым, который... Тебе в одиночку удалось удалить зверя, пожиравшего корабли? Я говорю, надо просто целиться в глаза. А это что? Перед вами возвышается массивная дверь, плотно примыкающая к стенам полу и потолку. По истертому камню бегут строки рун. Смотреть в дверь. Камень испещен замысловатыми ироническими надписями. Под ними изображена группа молящихся двум гигантским угрям, свернувшимся над большой дверью. Жрец Аумауа прикладывает к двери какой-то диск. Похоже, чтобы открыть дверь понадобится артефакт, благословленный Берасом, спираль угрей. Запомним. Дерево, корни которого глубоко впились в камни, свисает над обрывом. Чуть ниже в отвесной стене виден вход в гробницу. Посмотреть вниз с обрыва. Обрыв высотой в несколько сотен метров спускается в нижнюю часть Никитаки. Утес штурмует порывы сильного ветра, завывая в камнях. Несколькими метрами ниже виднеется вход в гробницу. Ну, давайте сходим. Вы завязываете веревку с крюком вокруг дерева. Дергаете несколько раз, чтобы проверить надежность узлов. Веревка с крюком позволяет вам легко спуститься ко входу в гробницу внизу. Спуститься. Вы становитесь на край обрыва, хватаете веревку и начинаете спускаться. Порвый ветер раскачивает веревку и вам приходится крепче хвататься за нее, обдирая кожу. Несмотря на сложности, весь ваш отряд благополучно спускается ко входу в гробницу. Вы стоите на узком карнизе у входа в гробницу. Внутри нее проход, уходящий во тьму. Над вами покачивается висячая на дереве веревка. Заглянуть в проход. Проникающего в пещеру света хватает лишь на то, чтобы видеть скелеты в нишах по обе стороны каменного прохода. Плиты у вас под ногами лежат здесь уже не одно столетие. Конец прохода исчезает во тьме. Пойдем. Вы идете по коридору. Снаружи слышны завывания ветра, но воздух внутри гробницы затхлый и тяжелый. Высоченные в камне ступени ведут в глуби горы. Вы спускаетесь по ступенькам и каждый ваш шаг отдается эхо. Лежащие вдоль стены кости, они заставляют вас осторожно ступать, пока проход совсем не сужается. Перед вами каменный коридор. За колоннами прячутся входы в дюжины гробниц. В каждой нише видны кости, они же разбросаны по плитам города. Смотреть коридор. Вы внимательно осматриваете коридор, разглядывая каждую деталь. Кости, которые раньше, видимо, лежали в гробницах, за прошедшие столетия разлетелись во все стороны. Судя по знакам, на надгробных камнях здесь похоронены члены одного клана или Содружества. Вы замечаете какую-то вспышку. Из-под груды костей, сваренных в одной из них, виднеется что-то блестящее. Кажется, вы можете дотянуться до этого предмета. Достачь сыркающий предмет из гробницы. Вы наклоняетесь к гробницей и засовываете руку в гору костей и камней. Ваши пальцы касаются чего-то холодного и гладкого, как стекло. Вы хватаете предмет, который оказывается неожиданно тяжелым, и вытаскиваете его. В вашей руке лежит большой рубин. Так, пересечь коридор и продолжить путь. Вы стоите в узкой темной пещере. Проход уходит вглубь и вниз. Спуститься в глубину узкой пещеры. Вы продолжаете идти вперед, осторожно, но уверенно шагая по извилистому проходу. За очередным поворотом вы чувствуете на своем лице прохладный ветерок и понимаете, что узкий коридор кончился. Впереди виднеется выход. Вы попадаете в огромную пещеру со множеством гробниц. Так, это куда можно выйти. Висячая усыпальница. Висячая усыпальница. Скелет. Ну, их тут больше чем один. так вот нам наша новая сила и пригодилась серафян не смог проживать сила Продолжение следует... 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 От жизни и смерти и снова к жизни, да будет так, конец. Истово кивая, он соглашается на ваше завершение молитвой. Он прижимает руки к груди, касаясь спрятанного под одеждой предмета. Потом он поднимает голову и слабо улыбается. Хорошо, теперь я могу ответить на твои вопросы. Ты что-то говорил про подготовку души к очищению. Мой конец близок, я это чувствую. Я много трудился, готовился несколько недель, ну, к тому, чтобы умереть. Но сначала я должен наставить наставление своему помощнику, который сменит меня в следующем цикле и будет указывать путь остальным. Он указывает на каменной табличке, сваленной на полу. Ты умираешь? Уже несколько месяцев. Не скажу, что мне легко умереть вот так рано. Несколько раз я думал о том, чтобы остановиться. Почему ты хочешь так скоро умереть? Думаю, ты видишь, что я не из смертельных богоподобных. Берас не отметил своим благословлением никого из моего поколения, да и следующего тоже. Я негодный жрец и не могу открыть гробницы. Моя единственная надежда умереть. Так, не могу открыть гробницы. Расскажи мне, что написано в этих книгах. Литургии, указания по проведению ритуалов, что и когда делать, проповеди, хроники. Он осторожно проводит по камню, такому же шершавому, как его кожа. Все это наши знания, которые мы скопили в течение веков. Теперь я должен оставить их, передать своему преемнику. Это ведь храм Бераса? Тогда кто такие Рекуху Кахопа и Тангалоа? Это все одно. Ты говоришь Берас, мы говорим Рекуху. Мы поклоняемся двум угрям, олицетворяющим круговую связь нашего и иного мира, жизни и смерти. Жизнь это Кахопа, Тангалоа, смерть. Они были рождены голодными и потому проглотили все сущее, становясь все больше при этом. Поглотив все же все вокруг, они попытались пожрать друг друга. Все сущее теперь проходит через них. Хвость одного угря находится в пасти другого. Так иной мир переходит в наш и обратно, снова и снова, без конца. Ничего себе алтарь, а что еще интересное есть в храме? Под храмом в горе вырезан целый лабиринт, так написано в книгах. Это висячие усыпальницы, место захоронения древних вождей Иоанна. Тела защищают лучшие из лучших, избранные Берасом. Кроме того, путь запечатан самим божеством. Осекшись, он сгибается в жестоком приступе кашля. Едва успокоившись, он достает обтянутую кожей фляжку и пьет, пока серебристая жидкость не начинает капать у него с подбородка. Все, уже лучше, выдыхает он, вытирая подбородок ладонью. Времени все меньше, но остается еще одно дело, которое надо успеть. Дело, завершить которое может лишь тот, кого коснулся Берас. Что за жидкость ты только что выпил? Ртутное питье. Он усмехается, показывая серые зубы. Это же тебя прикончит. Он качает головой. Меня убьет извлечение сердца из груди, но только тогда, когда придет время. Скажи, что тебе нужно. Жерез прижимает ладонь к груди и пристально разглядывает ваше лицо. Он разочарованно качает головой. Спираль отзывается, но очень слабо. Ты можешь открыть путь, но погибнешь там, а я лишусь последнего шанса. Не каждый может выйти из висящих усыпальниц живым. Я уже бывал в висящих усыпальницах, но вот посмотри, я жив. Правда? Ты... Воскресают вам восторженные, тут же начинают кашлять. Я не могу упустить такую возможность. Есть один священный текст похвала Изиру, который уже несколько веков погребен под храмом. Он мне нужен, но попасть в гробницы может лишь мертвец, или отмеченный Берасом. Зачем тебе похвала Изиру? Их так и не унесли в архивы, а там содержатся последние указания, касающиеся моей смерти. Это мой единственный шанс все сделать правильно. Я десятилетиями взносил молитвы ночью и днем. И вот ты здесь, как раз тогда, когда нужен. Наверное, Берас послал тебя в ответ на мои мольбы. Хорошо, я хочу спросить про Изира и Катакомы под храмом. Расскажу тебе все, что знаю. Расскажи мне историю Изира. Он не из Уана и не из смертельных богоподобных, но при этом он был верховным жрецом Бераса. Изир был айдирцем, охотником, истреблявшим нежить два века назад. Я прочитал это в одной книге. Он приплыл на архипелаг, разыскивая оружие, созданное для противостояния Берасу. Сказал, что клинок содержит пугающую силу. На лице жреца отражается истовая вера. Он говорит все громче, пока кашель не начинает душить его. Изир сражался и добыл оружие, но при этом был смертельно ранен. Берас не давал ему умереть, чтобы он мог добраться до катакомб под храмом. По хвалу написали его спутники. Позже и их похоронили в усыпальницах. Как мне попасть в катакомбы? Тебе нужно выйти наружу, по нижнему проходу. Правда, дверь надежно заперта. Жрецы, мои предшественники из смертельных богоподобных, могли ее открыть. Для этого нужна спираль, что оживает от милости Бераса. Но я не встречал смертельных богоподобных. Мне бы хотелось побольше узнать о писящих усыпальницах. Они существуют с незапамятных времен, когда в горе жили только Уанна. В горе. Их построили задолго до появления храма, еще до Никитаки или восхождения королевы. Они хорошо охраняются, потому что не все мертвые по воле Бераса остаются в своих могилах. Я услышал достаточно. Хорошо. Но тебе нужно еще кое-что узнать. Или это мне нужно кое-что сказать. Жрец склоняет голову и достает из одеяния каменный амулет, изображающий двух сплетенных угрей. Висящий на цепочке амулет вибирует тем сильнее, чем ближе к вам он оказывается. Я могу надеяться лишь на тебя. Возьми спираль, она откроет проход. Принеси мне похвалу Изейру, тогда я раскрою тебе все тайные знания Бераса, что мне известно. Ты что-то говорил о нежите в катакомбах? Это души умерших. Они до сих пор скитаются. Те, кто были выбраны Берасом. Но не всем так везет от рождения. Иногда ради такой судьбы приходится умереть. До свидания. Так, ну давайте посмотрим. У нас одно задание получается, правильно? Похвала мертвецу. То есть можно, получается, двумя разными путями туда зайти. Но пока нам все равно, наверное, рано это делать. Лошатый Бераса. Хочешь встретиться со жрецом? Верховный жрец Хати. Жрец Магрант похож на огромный валун. Дорогая мантия плотно обтягивает широкую грудь. Приветственно кивнув, он смотрит на вас прямо и спокойно. Добро пожаловать. Мы собрались здесь, чтобы почтить нашу богиню, ибо нам нужны силы пережить темные времена. Мы с Магрант не в лучших отношениях. Это твой храм? Экера, дождь и ветер научат тебя лучше любого жреца. Боец, привыкший к покою, заработает лишь синяки. Каждое препятствие – это испытание, которое мы должны пройти. Как точильные камни заостряют клинки, так препятствия делают нас сильнее. Как противодворец. Жрец моргает. Он тепло улыбается вам, но в его глазах спихивают искры веселья. Иди по дороге, ведущей на вершину горы, до самого змеиного венца. Ты сразу его узнаешь. Мы с Магрант не в лучших отношениях. Ты так думаешь? Магрант ценит не только силу. Есть еще целеустремленность, убеждение, достижение. Все это можно считать служением Магрант. Я не ожидал увидеть столько чужеземцев храма. Это возможность научиться чему-то новому. Что толку от воина, который может защититься лишь от одного врага? Если однажды нам придется сражаться друг против друга, значит на то будет воля Магрант. Так, Марк Вандер Биш. Вы встречаете мужчину средних лет, разглядывающего странный металлический инструмент. Пояс незнакомства украшает не менее удивительные, начищенные до блеска штуковины. Они чем-то напоминают приспособление для удаления зубов или снятия подковы, но куда более изящно. Мужчина одет в безуперечно чистые, бежевые облачения. Из-за плеча его выглядывает ствол аркебуза. Незнакомец оживляется, заметив вас. Тайные знания. Облачение этого мужчины мерцает от бегущей по ним магической энергии. Судя по всему, источниками ее служат символы, вышитые на подолах и рукавах. Марк Вандер Биш. Доброго дня, путник. Вижу, твой взор привлекли мои инструменты. Если интересуешься враждебными... Извините, врачебными науками, только скажи. Ладно, какие-то вопросы? Расскажи о себе. Я занимаюсь исследованием вопросов медицинского характера. И, прежде чем ты спросишь, нет. Анимантия меня не интересует, так же, как магия или, прости боги, некромантия. Только чистая медицина. Изучение строения тел, представителей разумных рас, их внутренние процессы и все в таком духе. Я не слишком одобрительно отношусь к использованию чистой магии. Нет, она, конечно, полезна. Но это костыли, тормозящие процессы. Как понимаешь, популярности мне это мнение не прибавляет. Поэтому я и таскаю с собой архивузу. А, почему здесь популярность? Мой пациент умер при таинственных обстоятельствах. За день до того все шло превосходно, и вот на моих руках труп. Кто-то пытается дискредитировать мою работу, я в этом уверен. Но у них ничего не выйдет. Чтобы скрыться от тех, кто пытается мне помешать, я прибыл на архипелаг. И, должен сказать, работы здесь хоть отбавляй. Расскажи себе. Ты можешь научить меня чему-нибудь из того, что умеешь? Я рассказал тебе о своих проблемах, но это меньше из того, что я могу для тебя сделать. Пересаживайся поудобнее. Я подготовил лекцию специально для такого случая. Но, разумеется, это обойдется тебе в 3000 медиаков. Так, дать 3000 меди и повысить показатели архимии и религии. Нет, пожалуй, что нет. Если передумаешь, то знаешь, где меня искать. Еще одна кошечка у нас есть. Отцы. Все уровни мощи, сключуем словом огня, плюс один. Спираль угрей, колокольчик бераса. Так, кстати, а это что у нас? Кухонная плита какая-то, мушкетон. 14.19. 4.9. Нет, кухонная плита это точно не вариант для нас. Короче. Мы, получается, нашли первого учителя навыков. Священные ступени. Вот нам туда вообще нужно. В сорвых землях живут крепкие народы, нет? Можно подумать, боги лично собрались свои проблемы решать. Деньги в обмен на головы. Нет, ничего проще, говорю я. Это кто такая? Облаченная в доспехе Уанна поворачивается и разглядывает вас долгое время, стоя неподвижно и молча. Затем она начинает поигрывать между костяшками пальцев монетой в один паэр. Скажи, ты ведь не из тех, кто поленится наклониться за монетой под ногами? Она поигрывает паэром между костяшками пальцев. Кажется, движение монеты зачаровывает ее. Что? Нашим миром правит алхимия, преобразующая действие в оплату. Все вертится вокруг почтения к деньгам. Произнося эти слова, она касается лба. При этом ее монета продолжает вращаться. Я плачу за голову, чтобы смерть внесла порядок в жизнь. Не поможешь мне с этим? Какие есть задания? Если питаешь почтение к деньгам, то я знаю на этих островах тех, кому следует умереть. Их участь уже предопределена. Денежки уже заждались своего получателя. Аскет Дургас разыскивается за преступления против монашеского ордена. И его былые товарищи обещают награду за голову. Она подносит паэр глазам и с любовью изучает гравировку на его грани, проводя по той пальцам. Орлан бруждает в пустошах Крукспура на северо-западе от Никитаки. Она сжимает паэр в кулаке. Хочу задать пару вопросов. На других хобби у тебя нет? Я паладин золотого соглашения и принесла клятву. С тех пор я не лодерничаю долее, чем до обеда. Она выпрямляется и прижимает кулак к сердцу. Но выражение ее лица немного смягчается. Мне тоже нравится вязание иногда. Все необходимое. Налетай, покупай. Благословение освящено служителей без сцена, но здравый смысл еще никому не мешал. Мои товары помогут путникам дольше служить своим богам. Покажи, что у тебя есть. Так, ну что ж, ребят, давайте-ка начнем продавать всякую фигню. Одежда, рапару. Давайте продадим тонну оружия, которое мы насобирали. Раз. Два. Два. Рапару. Два. Идем его поставить. Топорики все отгадим. Нарбалет тоже от меня ставим. Сабли. Боевой топор. Бывали. Это все нам не нужно. Кухонная плита. По отряду тут вроде бы толком нечего и продавать. Изумительный плащ исчезновений. Мастер побегов дает изумительное исчезновение. Когда герой истекает кровью или при смерти, он может использовать изумительный плащ исчезновений для того, чтобы спастись. Позволяет выйти из боя и умело избежать следующей атаки. Не тут не там. Отклонение плюс 20 против атаки на выход из боя. Крутая штука на самом деле. Так. Ловушки, фейерверки. Стилет отличного качества. Ну ладно. В принципе, немножко продались и то хорошо. Так. Шпиль, прорисатель и душ. Быстрее работай. Как же. От спешки еще никто не выиграл. Там тяба какой-то стоит еще. Смотрите. Адоо хранитель. Хочешь взглянуть на мои товары? Все прямиком из лаборатории. Удивительный и поистине чудесный пояс мгновенных зелий. Плюс 2 алхимия. Дает тайник алхимика. В начале сражения призывают в пустые ячейки быстрого доступа под трех случайных зелий. Зелий исчезает после окончания боя. Кольцо контроля. Малый обзор. Образ действия плюс 10. Котелок Акуры. Шанс ударить по цели кипящим потоком при критическом попадании противника в ближнем бою. Кипящий поток. Все кто находится в конической области действия получают огненный урон и сбрасываются назад. Прикольный кстати котелок. Закаленное железо. Плюс 2 класс защиты огненный. Дом и очаг. Телепортация на место соратникам. Анимантическая кошка. Плюс 2 метафизика. Плюс 1 тайные знания. И кошечка причем в этом. В ошейничке. Отлично. Кстати интересно. Они случайно не сделали ли возможность на кикстастере свою кошку сюда добавить если фотку ее отправишь. Было бы очень забавно и действительно такой интересный опыт. Ладно давайте еще последуем. Мы пока конечно в шпире еще не ходили. Сейчас еще посмотрим что здесь есть в районе. Кстати вторая награда за голову нам такая приличная. Благовоние. Подношение для храма. Что здесь торговцев много ребят. От бочек и ящиков исходит запах членово воска и пряностей. Да светит твой путь сияющий бог. Взглянешь на мои товары? Мы собрали все что могли. Большая часть денег уходит на еду голодающим. Там у храма. Взгляну конечно. Спасибо господин. Жерель огненных шаров. Осталось зарядов 8. Башмаки скорости. Отклонение плюс 85 плюс против атаки выход из боя. Спешка плюс 85 крезвость. Ботиночки. Ботиночки полезная штука наверное конечно на каком-то этапе. И скидка на предметы минус 15 процентов. Вот так нужно было с ними торговать. Надо будет запомнить на будущее ребят. Хотя в принципе у нас с вами еще осталась куча всего. Тааак. Ну вроде бы все продали пока что. 14 тысяч уже есть. Священная ступень. А зачем нам в храм хауна я уже забыл. А петли объяснила что да все. Значит храм хауна пошлить. Что тут скажешь. Мы станем связителями нового начала. Сейчас наверно зоти захочет конечно поговорить в храме-то с ребятами. Ну ладно. Ты же с этого нового корабля кажется непокорный. Адарик. Адарик. Так это ты? Не представляю по какой причине твой дуг явился на архипелаг. Разве что донимать меня от этого несет гордыней. Адарик криво улыбается. Вам настоящий рядом с ним солдат бросает на вас заинтересованный взгляд. Сестра. Адарик поворачивается к зоти и склоняет голову. Краснее зоти изо всех сил пытается скрыть гордость. Эндер кажется вполне довольным. А лот бросает на вас стадаческий взгляд. Адарик замахивает рукой и солдат отворачивается. Он подходит ближе словно желая шепнуть вам что-то на ухо. Однако смотрит он не на вас. Его взгляд направлен то вам за спину, то куда-то в сторону. Новая компания духов или Торн? Я слышал что Кайднуа была уничтожена и ты вместе с ней. Я расстроился когда мне об этом сказали. Адарик? Я думал ты вернешься в Рыцерас. Я вернулся. Со временем, когда решил что смогу рассказать что произошло на Белом Переходе. Для регенства все это было похоже на бред, однако я был не один. Мои ребята стояли за меня горой. Когда жрецы рассказали нам о возвращении Эатаса, я решил отправиться сюда и еще несколько моих ребят захотели того же. Думаю, совет был даже рад от меня избавиться. Разумеется, я так все упрощаю. Думаю, причины для переезда на Архипелаг не бывают простыми. Он в ожидающий смотрит на вас. Я ищу Эатаса. Так, значит, его появление возродило и твою веру. Я, кажется, в кои-то веки готов предаться ожиданию. Если наш бог пожелает поговорить с нами или захочет, чтобы мы что-то предприняли, он даст нам знак. Жрецы ежедневно молятся об этом. Что тебе нужно от Эатаса, Адарик? Я хочу узнать, есть ли у него некий план на Редсерас? Эдер, да, вроде был у него план, только не очень хороший. Завидуй, завидуй. Ты знал о его плане только одно, что ты в нем не участвуешь. Эдер, Эатас хотел добиться некой цели и решил, что расплатится за его желание Редсерас. А тебе, я смотрю, все мало. Можешь как угодно относиться к Дирвуду, но у Дирвудцев есть свобода воли. Адарик, хватит. Да, это было совершенно неуместно, прошу прощения. Адарик, весь красное смущение, отходит на шаг назад. Все еще переживаешь из-за дара охранителя? Адарик стискивает зубы и отводит взгляд, неловко перетаптываясь на месте. Не знаю, я устроил что-то вроде паломничества. В Никитаке столько духов, а море — это неописуемо. Зоти, ненависть к себе гнетет душу, Адарик. Не нужно делать грядущий путь через Хель еще мрачнее и труднее, чем он есть. Я, разумеется, ты права, сестра. Адарик слегка выпрямляется и как-то нелогко переступает. Его высохшее лицо застывает. Ты все еще хранитель, однако ты не сошел с ума и до сих пор жив. Приятно это знать. Я нашел ответственность за свое пробуждение и оставил прошлую жизнь в прошлом. Да, цель, к которой ты стремился. Я был слаб и сомневался в твоем успехе. Однако упорство рано или поздно приведет к победе. А теперь, как видно, у тебя новые цели. Прости, Дарик, я потерял твой клинок вместе с замком. Мой меч должен был обеспечить твое выживание. Он исполнил свое предназначение. Какие новости, Раси? Каждая веточка с архипелага возбуждает новые споры. Кое-кто верит, что наш повелитель вернулся, а кое-кто полон сомнений. Мы долгие годы упражнялись в покаянии и успели забыть, что такое прощение. Эдар, по-моему, в последнее время Атас и думать забыл о прощении. Увидимся, Дарик. Удачи и доосветит твой путь сияющий Бог. Что-то, ребята, я не помню, кто такое Дарик, честно говоря. Я так понимаю, что мы с ним точно в первой части встречались. Может быть, в дополнении. Узнаем. Ну, а на сегодня это все. Время, к сожалению, подошло уже к концу, ребят. Вот. У нас сегодня была довольно насыщенная серия. Мы исследовали новую локацию. Конечно, было много болтовни. Но в следующей части уже будет больше действий. Ну, а на сегодня это все. С вами был Алиторм. Спасибо за просмотр, ребят. Делитесь, пожалуйста, видео, если вам нравится. Возможно, где-нибудь с друзьями, в группах, в соцсетях, да. Если есть какие-то у вас такие желания, скажем так. Ну, а на сегодня это все. Всего доброго. До встречи, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...